Девочка-пай Перед началом работы с этим видеоматериалом рекомендуется просмотреть видео построения планов сил. В данном уроке выполним кинетостатический анализ кривошипно-кулисного механизма, для которого в предыдущем видеоматериале был проведен кинематический анализ. Задачей кинетостатического анализа для заданного механизма является определение реакций в кинематических парах и внешнего уравновешивающего момента сил, приложенного к кривошипу ОА. Определение этих параметров произведем для плана механизма номер 4, приняв следующие исходные данные. Массы звеньев, моменты инерции звеньев относительно центральных осей и усилия полезного сопротивления, воздействующие на выходное звено, в данном случае на ползун. Будем использовать графоаналитический метод планов сил. Реакцию звена К на звено Л будем обозначать РКЛ. Очевидно, что в векторном виде РЛК равняется минус РКЛ. Напомним, что при силовом анализе механизмов используют принцип Даламбера или принцип кинетостатики, в соответствии с которым для нахождения реакции в кинематических парах можно использовать уравнение равновесия статики, если к внешним силам, действующим на звенье механизма, прибавит силы инерции. Главный вектор силы инерции звенока определяется по следующей формуле, в которую входят масса звена и ускорение его центра масс. Величину главного момента сил инерции звенока определяют по формуле, которая включает момент инерции звена и его угловое ускорение. Определим направление угловых ускорений звеньев 3 и 4. Мысленно перенесем вектор тангенциальной составляющей АТАУА3Б в точку А. Констатируем, что ε3 направлено против хода часовой стрелки. Аналогично перенесем в точку D вектор АТАУДЦ, следовательно, ε4 направлено по ходу часовой стрелки. Вычислим модули инерционных нагрузок и сил тяжести звеньев. При определении сил тяжести звеньев мы приняли приближенное значение ускорения свободного падения равным 10 метров на секунду в квадрате. Массой кривошипа пренебрегаем. Следовательно, сила инерции, момент сил инерции и сила тяжести кривошипа равны нулю. Массой кулисного камня обычно пренебрегают. Тогда величины силы инерции и силы тяжести второго звена равны нулю. Сила инерции третьего звена равна нулю, поскольку ускорение центра масс этого звена равно нулю. Сила тяжести этого звена равна 40 ньютонов. А момент сил инерции 4,2 ньютон метра. Инерционные нагрузки звена 4 равны. Сила инерции 161 ньютон и момент сил инерции 8,96 ньютон метра. Сила тяжести равна 50 ньютонов. У ползуна присутствует сила инерции равная 442 ньютона и сила тяжести равная 200 ньютонов. Силовой анализ механизма производят в последовательности, обратной последовательности выполнения его кинематического анализа. Простейшей кинематической цепью, обладающей кинетостатической определимостью, является структурная группа. Поэтому силовой анализ производят по группам Ассура. Начинают с последней группы, включающей в себя выходное звено. В нашем случае это группа второго класса второго вида, состоящая из шатуна и ползуна. Для этой структурной группы выполнение силового анализа ничем не отличается от силового анализа для группы 4-5 из предыдущего фильма «Построение планов сил». В определенном масштабе изображаем группу, причем масштаб может быть отличным от масштаба, в котором изображены планы механизма. В нашем примере мы сохраним прежнее значение масштабного коэффициента. Прикладываем внешние нагрузки, действующие на звенья группы. На шатун 4 действует только сила тяжести G4, а на ползун сила тяжести G5 и сила полезного сопротивления P. Далее прикладываем инерционные нагрузки к звеньям. Вектор силы инерции, звена 4, приложен в центре масс и направлен противоположно вектору ускорения этой точки. Момент сил инерции, м и 4, направлен противоположно угловому ускорению ε4. Вектор силы инерции ползуна приложен в точке S5 и направлен противоположно вектору ускорения этой точки. последними прикладываем искомые реакции во внешних кинематических парах группы реакцию r34 кулисы на шатун в шарнире c представляем в виде суммы двух составляющих нормальной и тангенциальной их направление выбираем произвольно если стойку обозначить нулем то реакция r05 неподвижный направляющий на ползун в поступательной паре без учета сил трения направлена перпендикулярно траектории движения ползуна то есть эта реакция будет направлена горизонтально так как у нас три неизвестных вектора одного векторного уравнения равновесия сил недостаточно для их нахождения поэтому начинает силовой анализ группы с определения тангенциальной составляющей для чего записывают уравнение равновесия моментов сил действующих на звено 4 относительно точки d записываем уравнение в уравнении есть плечи hg4 и h и 4 которые определяют непосредственно из чертежа для этого измеряем эти плечи умножаем полученные длины на масштабный коэффициент и получаем плечи сил в метрах в нашем примере эти плечи равны плечо силы f и 4 0,163 тыс. метра плечо силы g4 0,38 тыс. метра вычисляем ртау 3 4 получили 85,5 ньютона векторное уравнение равновесия сил действующих на всю группу выглядит следующим образом запишем значение модулей известных векторов план сил для этой структурной группы построим в масштабе при котором мю f равно 5 ньютонов на миллиметр длины векторов на плане сил запишем по значениями сил для удобства построения мы скопировали в компас векторное уравнение из произвольной точки на плоскости откладываем первый известный вектор ртау 3 4 затем последовательно g4 f и 4 g5 f и 5 п через конец вектора п проводим горизонталь которая будет линией действия вектора r 0 5 а через начало первого вектора ртау 3 4 линия действия r n 3 4 параллельно шатуну cd многоугольник сил замкнулся расставим стрелки и обозначим векторы реакция r 3 4 является суммой двух своих составляющих осталось определить реакцию во внутренней кинематической паре группы для этого запишем уравнение равновесия сил действующих на какое-либо звено группы например для четвертого звена уравнение имеет вид неизвестным в этом уравнении является вектор r 5 4 который найдем на уже построенном плане его началом будет конец вектора f и 4 а концом начало вектора r 3 4 измерим векторы умножим их длины в данном случае на 5 и результаты занесем в таблицу переходим к силовому анализу следующей структурной группы которая имеет ряд особенностей покажем изображение структурной группы 2 3 в том же масштабе на эту группу действуют две внешние нагрузки реакция r 4 3 которая направлена противоположной реакции r 3 4 и сила тяжести g 3 прикладываем инерционные нагрузки момент сил инерции м и 3 противоположны угловому ускорению эпсилон 3 прикладываем искомые реакции r 0 3 и r 1 2 реакцию r 0 3 раскладываем на две составляющие нормальную и тангенциальную силой трения между камнем и кулисой пренебрегаем поэтому реакция r 1 2 направлена перпендикулярно кулисе показываем плечи сил относительно точки b и переходим к определению искомой реакции r 1 2 записываем уравнение равновесия моментов сил относительно точки b для третьего звена определяем плечи сил которые равны 0 целых сто тридцать две тысячных и 0 целых семьдесят семь тысячных метров тогда из уравнения находим r 1 2 равная двести шестьдесят пять ньютонов векторное уравнение равновесия сил действующих на всю группу выглядит следующим образом запишем значение модулей известных векторов план сил для этой группы построим масштабе при котором мю f равно 10 ньютонов на миллиметр длины векторов на плане сил запишем под значениями сил приступаем построению плана сил из произвольной точки на чертеже откладываем последовательно векторы r 1 2 g 3 r 4 3 через конец последнего вектора проводим прямую параллельную линии действия реакции r tau 0 3 а через начало проведем линию действия реакции r n 0 3 многоугольник сил построен оформляем план сил определим результирующую реакцию r 0 3 найдем реакцию в кулисной паре r 2 3 она будет равна в данном случае реакции r 1 2 но направлена противоположную сторону план сил для группы 2 3 построен измеряем длины найденных векторов умножаем на 10 и заполняем таблицу результатов заключение выполняем силовой анализ входного звена кривошипа в том же масштабе чертим кривошип в положении соответствующему плану положения номер 4 с помощью плана сил для группы 2 3 прикладываем в точке а реакцию r 2 1 направленную противоположной реакции r 1 2 и искомую реакцию r 0 1 в точке о параллельно r 2 1 но в противоположном направлении векторное уравнение равновесия сил действующие на кривошип имеет вид следовательно реакция r 0 1 будет равна минус r 2 1 и по модулю также равна 265 ньютонов чтобы кривошип был в равновесии к нему необходимо приложить внешний уравновешивающий момент его модуль будет равен моменту реакции r 2 1 относительно точки о плечо этой силы равно 0,94 тысячных метра а модуль уравновешивающего момента соответственно 24,9 ньютон метров рассмотрим еще один вариант силового анализа входного звена в случае если задана масса кривошипа допустим его масса равна 3 килограмма в таком случае на входное звено помимо реакции r 2 1 и r 0 1 будет действовать сила тяжести равная 30 ньютонам которая приложена в центре масс кривошипа находящийся на оси его вращения тогда векторное уравнение равновесия сил действующие на кривошип имеет вид уравнения с одним неизвестным вектором r 0 1 найдем его графически принимаем масштабный коэффициент равный 10 ньютонам на миллиметр откладываем вектор r 2 1 затем вектор же 1 замыкающим будет искомый вектор r 0 1 оформляем план сил для кривошипа теперь заполняем окончательно таблицу результатов для случая когда масса кривошипа не задано и представляем все выполнено на одном чертеже и вот и и и